привет друзья рад видеть вас на моем канале сегодня поговорим про мою кухню а именно про ее недостатки их очень много я сегодня расскажу о четырех первое заключается в том что мы решили взять черную столешницу мало того столешницу мы взяли еще черную плиту на ней очень сильно видно и причем если ты вытришь пыль через 10 минут и и будет видно снова сколько ты ее не вытирай какими средствами не пользуясь а пыль будет постоянно на черных поверхностях видно любые царапины и любые сколы и когда ты вытираешь черные поверхности моешь средством или водой на них все время остаются разводы это касается и столешницы и стеклянной плиты вторая наша ошибка в том что мы решили взять не просто черные поверхности мы взяли глянцевые черные поверхности на них видно любые царапины еще больше и главное что вся посуда и разделочные доски сильно скользят готовить нормально просто невозможно приходится подкладывать под разделочные доски доску полотенца разбить посуду который стоит на глянцевой столешнице очень легко особенно если у вас есть домашние животные или дети поэтому мы стараемся непосредственно на кухонной столешнице не готовить мы пользуемся островом или барной стойкой которую сделали вместо стола 3 наша ошибка в том что мы купили стеклянную плиту с чугунными комфорками в целом стеклянная плита мне нравится даже несмотря на то что она черная но чугунные комфорки и это просто жесть во первых они очень тяжелые и есть риск случайно уронить такую комфорку на стеклянную поверхность во вторых они не очень красивые я бы даже сказала страшно посмотрите в третьих их нельзя мыть посудомоечной машине что очень сильно осложняет мне уборку и вообще за чугуном тяжело ухаживать я его не люблю поэтому мне нет чугунной посуды и надеюсь скоро я избавлюсь от этих комфорок четвертый наш косяк в том что мы сделали мало розеток и не продумали их размещение нет мы конечно пытались спланировать розетки но мы почему-то не подумали что у нас будет слишком много техники мы думали что будем пользоваться кофеваркой и блендером оказалось что на кухне нужна еще сушилка тостер миксер соковыжималкой и куда это все втыкать я не знаю если обобщить весь мой сегодняшний рассказ то я могу вам дать 4 совета во первых никогда не берите черный старешницу если это не какой-нибудь супер классный качественный камень во вторых избегайте глянцевых поверхностей они очень скользкие на них видно царапины и возможно вы будете очень часто бить посуду в третьих я бы вам не советовала использовать плиты с чугунными комфорками если вы конечно не ярый сторонник чугуна в принципе и четвертый совет постарайтесь максимально продумать все кухонные приборы которые могут быть на вашей кухне будь то какие-то мелкие блендеры или крупные сушилки или духовки и постарайтесь спланировать розетки под эту технику и если есть возможность обязательно делайте розетки в подоконнике но несмотря на все наши ошибки мы все равно очень любим нашу кухню и обожаем на ней готовить надеюсь мои советы вам пригодятся подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки